Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Сбербанка. Дата празднования 12 ноября выбрана не случайно. Еще в 1841 году император России Николай I издал указ об учреждении в России сберегательных касс, чтобы российские люди могли надежно и выгодно хранить свои деньги. Сегодня на всей территории страны работает около 20 тысяч отделений сберегательного банка. Он является одним из крупнейших среди отечественных банков. Максим Швец продолжит тему. Сегодня в главном городском филиале Сбербанка трудится 23 человека, и каждый из них – квалифицированный специалист. Ежедневно к ним обращается более 400 человек. Кому-то нужно оформить кредит, другому перевезти деньги в другой город или страну. Главная задача руководства и сотрудников Сбербанка – создать комфортные условия обслуживания, и, по словам клиентов, это им удается. Сбербанк доступен всем и всегда, а уровень профессионализма – на высокий. Ну, сотрудники, как бы сказать, нормальному уровню политика, они в основном все знают, рассказывают, подсказывают, советуют. Иной раз ты переходишь на другую обслугу, которую они предлагают, очень выгодную для меня, допустим. Всегда помогают даже сегодня. Подсказали, как, что сделать. Молодцы, спасибо огромное. И здоровья всем. Сегодня спектр предоставляемых Сбербанком услуг велик. Здесь работают и с юридическими, и с физическими лицами. Новые технологии позволяют управлять счетами и денежными средствами через мобильный телефон или автоматически оплачивать коммунальные услуги. Услуги у нас увеличились в перечень услуг. У нас добавилась замечательная услуга автоплатеж. То есть, не выходя из дома, можно сделать проклату кредитов, сотовых телефонов и всевозможные оплаты коммунальных платежей. Но самое главное, по словам управляющей филиалом, это не современное оборудование или новые интернет-технологии, а коллектив. Именно люди, работающие в банке, создают его атмосферу. Хочется вам пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия. Вашим семьям особенно хочется пожелать большого терпения за то, что они нас всегда ждут с работы, так как у нас ненормированный рабочий день, и мы очень долго работаем. Всех благ, успехов, процветания Сбербанка. Несмотря на то, что в октябре прошлого года в Лабутнангах открылся новый филиал Сбербанка, дополнительный офис по улице Первомайска продолжает свою работу и готов предложить своим клиентам широкий перечень предоставляемых услуг. Надежда Фудина в Сбербанке трудится уже более двух десятков лет. В ее обязанности входит та самая работа, которая у клиента в первую очередь ассоциируется с банковским делом. Надежда пересчитывает и расфасовывает денежные купюры. Сейчас для просчета денежной наличности используются современные счетные машины с использованием соседей детекторов. А вот в тот момент, когда я пришла на работу в систему Сбербанка, тогда еще были сберкассы, мы денежки просчитывали вручную. Как признается Надежда Васильевна, сейчас работать одно удовольствие. Современное оборудование, пришедшее на замену деревянным счетом, не только определит количество денежных купюр и их сумму, но и с легкостью определит банкноты разного достоинства и укажет на фальшивку. Сегодня в свой профессиональный праздник Надежда Фудина получает поздравления не только от родных и близких, но и от руководства Сбербанка. В связи с празднованием Дня Сбербанка почетной грамотой награждается Фудина Ирина Васильевна за достижение высоких показателей в работе, заслуги в области развития и совершенствования банковского дела. В свой профессиональный праздник сбербанковцы поздравляют не только друг друга, но и своих клиентов в качестве подарка, новые услуги и мероприятия. Для удобства наших клиентов и всех жителей города мы решили организовать ярмарку выходной день, в субботний день. Это субботняя ипотечная ярмарка Сбербанка. Состоится она 16 ноября по 1 майской 27. Мы ждем всех жителей с 9.30 до 16.00 без обеда. Именно благодаря такому подходу к делу Сберегательный банк России вот уже 172 года занимает лидирующие позиции и высокие рейтинги не только в стране, но и во всем мире. Максим Швец, Александр Черво. Программа «Время местное».